4 января 1914 года в зале Самарской биржи состоялась елка для беднейших детей города с подарками. Задача устроителей этой елки заключалась в том, чтобы дать возможность воспользоваться праздником тем, кто действительно в этом нуждался, чтобы одеть их и хоть раз в году подарить счастье. «Дремлет мой дворик заснеженный, тихо луна улыбается, хочется петь что-то нежное, хочется плакать и каяться». 1914 год, такой близкий и далекий, такой непохожий на нас, понятный и непонятный. Самарцы вступали в него своими мечтами и надеждами. А вот исполнились ли они, спросить уже некого. Но зато мы можем рассказать, как этот год начинался. Итак, на дворе у нас 1914. Готовясь к елке на бирже, ее инициаторы устроили подписку среди местного купечества, которая дала больше двух с половиной тысяч рублей. На эти деньги было куплено более 400 детских пальто, 400 пар валенок, 200 шапок, теплые кальсоны для мальчиков и отрезы на платья для девочек. Кроме этого, некоторые из купцов пожертвовали сладости, которые привозили сюда пакетами и ящиками. А известный в городе купец Башкиров предоставил 30 лошадей для развозки детей на елку и с елки из Нового Оренбурга, Засамарской, Слободы, Монастырского и Новомещанского поселков. Для отыскания действительно нуждающихся биржевым комитетом была организована специальная комиссия, которая обследовала городские окраины и выявила около тысячи бедных детей. Но поскольку количество подарков было ограничено четырьмя стами, в первую очередь на елку решено было пригласить их по специально выданным заранее билетам. Между прочим, как было отмечено у строителями, человек пять детей были доставлены сюда совершенно раздетыми и даже босыми. И дело совсем не в хитрости или в чем-то подобном. Радуясь елке, матери отпускали детей на праздник завернутыми в свои юбки и в драные одеяла. Вот уж действительно нужду не спрячешь, даже если на дворе Новый год. А мы тем временем ненадолго покинем елку на бирже и перенесемся на каток яхт-клуба в Пушкинском сквере с городским театром, где 1 января состоялся устроенный гимнастическим отделом карнавал. Уже с 12 часов дня каток был переполнен катающимися, а к 5 часам вечера здесь собралось много зрителей, желавших посмотреть карнавал. Но оказалось, что самарская спортивная публика была не готова к этому новшеству. На катке катались только несколько костюмированных пар, но и их костюмы не отличались оригинальностью. Поэтому, когда настало время раздачи подарков, к судьям явилось всего несколько человек катающихся, одетых в довольно примитивные костюмы, деревенской девушки, малорусского парня, деревенского мужика и подобные. Выделялись разве что Леший из пьесы «Потонувший колокол» и Гамлет. Первый приз в серебряный подстаканник достался Лешему, а серебряный портсигар увез Гамлет. Серебряная жестопка была отдана деревенской девушке. Каток и здания были красиво убраны зеленью и флагами. Вечером 2 января в общественном собрании уже в третий раз состоялся маскарад, который прошел гораздо более оживленно, чем два предыдущих. Перспектива получения призов, отмечалась в газетах, привлекла много маскированных. И кроме членов клуба в маскараде приняли участие никак не меньше, чем 700 гостей. Костюмы и маски, мелькавшие тут и там в залах общественного собрания, отличались большим разнообразием. Здесь были и «Балканская война», и «Бабочка», и еще многие-многие другие. Выделялась среди пестрой толпы, сделанная со вкусом и аккуратно лягушка. И еще будильник с надписью «Павел Буре». Очевидно, «Балканская война» пробудила в самарцах патриотическое чувство, писала на следующий день газета «Волжское слово». Иначе как объяснить, что этот костюм, выполненный довольно безвкусно, собрал такое большое количество контрамарок и завоевал второй мужской приз – серебряный портсигар. А вот второй женский приз достался порадовавшему многих собравшихся рекламному костюму табачной фирмы «Шапшникова». Костюм представлял собой шляпу в виде огромного аэроплана, которая была увешана пачками папирос. Кроме этого, все, кто вручал свою контрамарку обладателю этого костюма, получали в подарок пачку папирос от «Шапшникова». Наконец, первый женский приз – золотой браслет – достался костюму, который назывался «Тихая ночь». Представлял собой синее платье в пол, усыпанное звездочками. Кроме этого, на костюме акварельными красками был написан портрет Гоголя и сценки из его произведений. А вот первый мужской приз – золотой портсигар – взяла лягушка, которой аплодировали многие собравшиеся. Пятого января 1914 года в Самаре состоялся благотворительный вечер в пользу недостаточных студентов, устроенный супругой губернского предводителя дворянства Анной Константиновной Наумовой. Вечер открылся концертом с участием студенческого хора под управлением Кубарева, а по окончании концерта начался бал, продолжавшийся до четырех часов ночи. В одном из залов с 11 часов вечера можно было увидеть кабаре «Веселая гипотенуза», а также посетить аттракционы «Спуск в шахту», «Загробный кабачок», «Американский музей редкостей и древностей». Между прочим, господа, пареньков и роз исполнили модный танец танго, и в этот же день состоялся костюмированный вечер в зимнем помещении яхт-клуба, который хоть и прошел при немногочисленной публике, но зато очень оживленно. Из представленных здесь масок особенно выделялся господин Костромитинов, замаскированный под футуриста. Все его лицо и руки, помимо платья, были разрисованы золотистой бронзой. Этот костюм и был удостоен первого приза, которым стал серебряный портсигар. А вот второй приз «Серебряная стопка» был выдан маске за русскую пляску. Дамских же оригинальных костюмов на маскараде не было. Новый 1914 год начинался светло и весело. Благотворительными вечерами, лотереями и маскарадами. В уездной земской управе была устроена елка для детей, служащих земства. Дети получили подарки с елки, а вот для взрослых был устроен буфет. Праздник прошел по-семейному, а окончился он к шести часам утра. А вот в театре цирки «Олимп» по инициативе полицмейстера графа Армфельд была устроена елка для детей городовых, пожарных и стражников. Елка была устроена на средства, пожертвованные городской управой и лицами, сочувствующими этому доброму делу. На елке присутствовало 800 детей, для которых был устроен чайный буфет со сладостями. Увы, не обошлось в эти дни и без происшествий. И пока дети городовых и пожарных веселились на елке, их отцы продолжали нести службу. Так, 1 января 1914 года торговец Троицкого Абазара Ершов заявил, что неизвестные злоумышленники подобрали ключи к его лавке и унесли весы, стоящие 45 рублей. А вот у рядового 189-го пехотного измаильского полка Иванова в эти праздничные дни, заглянувшего в главную почтовую контору, из кармана шинели унесли кшелек с 40 рублями денег. Так что кому праздник, а кому ищи свящи вора и найдут ли его, это еще большой вопрос. Ну или так, 1 января в доме номер 5 по набережной улице вспыхнул пожар, который, к счастью, был быстро замечен и потушен. Полиции удалось выяснить, что причиной пожара стала раскаленная печь. А вот подсчитать убытки удалось далеко не сразу. Да и что нам убытки, если на дворе у нас новый 1914 год. А вот в зале общественного собрания 8 января 1914 года был устроен благотворительный вечер в стиле 18 века в пользу слушательниц высших женских курсов. Вечер, представляющий новость для Самары, привлек много публики. Зал и киоски были выдержаны в стиле 18 столетия, что вполне гармонировало с содержанием концертной программы. Плавные, красивые танцы, постановка пантомимы, предсказатели и чародеи старых времен, музыка 18 века. Все это заставило публику ненадолго забыть настоящее и сполна отдаться прошлому. Из отдельных номеров выделялись дуэт из «Пиковой дамы», романсы госпожи Ивановой и другие. Смешили публику арабчата. Хорош был по гриму Мартын Задека, но вот предсказания его были скучноваты. По окончании концертной программы, мадемуазель Прахова от имени курсисток поблагодарил за устройство вечера господина Подбельского, преподнеся ему на память именной жетон. Счастливая мысль воспроизвести романтическую старину и чрезвычайно симпатичная цель вечера – помочь нуждающимся учащимся – вместе обеспечили успех этого симпатичного вечера, билеты на который разошлись буквально в два дня. А мы возвращаемся на биржу, где 4 января 1914 года состоялся праздник для беднейших детей города с подарками. Когда дети съехались на этот праздник, в зале биржи уже сияла разноцветными огнями елка. Зал был украшен гирляндами, а на хорах играл оркестр из приюта слепых. Прежде всего, с пришедших детей снимали их рубища и, дав возможность повеселиться возле елки, раздавали новую одежду. А в заключение вручали еще и мешочек со сладостями. Раздача вещей производилась под присмотром контролеров, а примеркой занимались 15 приказчиков, любезно предоставленных владельцам одного из магазинов. Получив подарки, дети в количестве 400 человек разместились на бирже возле елки и под руководством взрослых устроили игры, песни и пляски. А потом этот огромный детский хор исполнил народный гимн Божия «Царя храни», который утонул в громком ура. Удовлетворив первые четыре сотни нуждающихся, инициаторы праздника пустили остальных, раздав им сладости и оставшиеся подарки. Нужно было видеть радость детей и их матерей, многие из которых встречали своих сыновей и дочерей буквально со слезами на глазах. Начавшаяся в час дня елка завершилась только к семи часам вечера, доставив истинное удовольствие и участникам, и организаторам. Под фонарями бесстрастными сыплется белая крошва. В прошлое кануло разное, я вспоминаю, хорошее. С вами был Михаил Перепелкин.